Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Книга открытым оком. 11 том. Разбор выступлений митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла. Вопрос 2487. Могут ли православные христиане заниматься восточными боевыми искусствами? Кое-кто хочет, чтобы их сыновья занимались борьбой, а замоченный тем, что русские стили борьбы есть только в Москве, а восточные, как говорят священнослужители, это и дало поклонство. Есть ли официальный список разрешенных церковь единоборств, потому что у священнослужителей, как кажется, нет общего мнения по этому вопросу. И картина выглядит весьма противоречиво. Отвечает митрополит Кирилл. Я хотел бы напомнить о происхождении русского самбо. Русское самбо возникло удивительным способом. Святой равноапостольный архиепископ Николай, основатель японской православной церкви, в какой-то момент понял, что японская борьба дзюдо – это не только формирование физической силы, но это еще и способ духовной закалки. Он тогда послал одного из своих семинаристов в самую лучшую школу дзюдо. И семинарист овладел этой техникой, оставаясь православным христианином. А затем предпринял попытку наполнить технику тем, что дает православная духовная традиция. Этот человек, который позже стал советским разведчиком, был основоположником школы самбо. Я думаю, что сами по себе приемы восточного единоборства духовно нейтральны. Нельзя сказать, что приемы нанесения удара или защиты тем или иным способом имеют религиозное значение. Важно, что при этом происходит в душе человека. Поэтому плохо, если через овладение восточными единоборствами мы из православных будем превращаться в адептов восточных религий. Я бы посоветовал в данном случае использовать технику, которая уже существует, но ни в коем случае не сопровождать тренировки медитациями, которые вводят в совершенно иную религиозную и культурную среду. Конец цитаты. Отвечает Игнатий Лапкин. «Рост и польза от спорта. Стал советским разведчиком. И говорится это без слез и без горького раскаяния. Что же сделалось с нами?» Апостолу Павлу тоже приходилось на подобный вопрос дать ответ. «И он не стал распространяться и в школу гладиаторов Тимофея или Филимона посылать». 1 Тимофея 4 глава 8 стих. «Ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей». Евангелие от Матфея 5 глава 39 стих. «А я говорю вам, не противься злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую». 2 Макарейская 4 глава 12 по 14 стих. «Намеренно под самую крепостью построил он училище для телесного упражнения юношей и привлекший лучших из юношей подводил их под срамную покрышку. Так что священники перестали быть ревностными к служению жертвеннику и, презирая храм и не родя о жертвах, спешили принимать участие в противных закону играх Палестры по призыву бросаемого. Диско.